Так, я, наверное, уже рассказывал вам практически про все вариации тюнинга 126-го Мерседеса. Начиная с просто доработок по мотору и легким внешним стайлингом, заканчивая вот такими сумасбродными проектами от Кёниг Спешлс. Или вот таким безумным кабриолетом на базе купе. Но есть одна модификация 126-го в тюнинге, которая поражает меня не меньше. Я рассказывал о ней давно, но, пожалуй, теперь с увеличившейся аудиторией не все в курсе. Так вот, 126-й, мягко говоря, не маленький автомобильчик. В лонговой версии его длина достигала 516 сантиметров, а ширина 182 сантиметров. Товарищи из немецкого ателье «Стайлинг Гараж» посчитали самый крупный Мерседес тех лет крошечным для американских просторов и арабских шейхов. И сотворили вот такое чудо под названием «Ройл». На фоне «Ройл» обычный 126-й кажется какой-то малолитражкой. Дело в том, что, во-первых, версия «Ройл» могла стать длиннее обычного 126-го на 30, 70 и 120 сантиметров на выбор покупателя. А во-вторых, по умолчанию, в ширину 126-й «Ройл» раздался аж на 20 сантиметров, доведя этот параметр до 202 сантиметров. Шире были и решетка радиатора, и капот, и багажник, и даже фонари. Внутри все атрибуты роскоши середины 80-х. Это и обилие кожи, просто тонны дорогой деревянной отделки, всевозможные мини-бары с алкоголем, выдвижной пульт управления музыкальной установкой, естественно, телевизор и видеомагнитофон, и вот такая вот россыпь кнопок электрорегулировок кресел на дверях. Ну а как вам вот такой аппарат от другой тюнинг-конторы на базе купе? Повторяюсь, купе в 126-м кузове. Этот лимузин-купе «Хард Топ» без центральных стоек смотрится ну просто фантастично. Что могу сказать, в ту пору тюнинг-компании действительно баловали шейхов чудо-версиями. Второй автомобиль с сумасшедшим тюнингом построен на базе «Фольксваген Карада», который в 80-х будоражил сознание многих автофанатов своим магнетическим дизайном и такими штучками, как, например, электронный выдвижной на скорости спойлер. То, что вы сейчас видите на экране, это «Шутинг-брейк Карада Магнум Спорт Комби», созданный по заказу «Фольксваген» у компании, название которой вы сейчас видите на экране. Дело в том, что «Фольксваген» изначально планировал выпустить аж 200 экземпляров этого красавца, но предположительно в 88-м эта идея ушла в небытье. Однако парочка полноценных экземпляров все-таки увидела свет. И под их капотами стоял топовый в то время мотор G60 на 1,8 литра с компрессором мощностью в 160 лошадиных сил. Четырехметровый «Универсальчик» был весьма и весьма быстрым. Сотня покорялась ему за 8,3 секунды, а максималка достигала 225 км в час. При этом автомобиль радовал довольно вместительным багажником. Интерьер мог удивить классными кожаными креслами «Рикара» с электрорегулировками, обилием деревянных вставок, причем даже на дверных картах и наличием магнитолы Blaupunkt. Оба автомобиля компания «Марольд» после неудачной сделки с «Фольксваген» даже выставляла на продажу по цене в 3,2 млн. марок, но продать их не смогла. Если кому интересно, дальнейшая судьба этих машин описана вот в этом скрине. Ну а теперь я хочу рассказать вам еще об одном чумовом проекте, на этот раз от компании «Сбара». На Женевском автосалоне образца 1982 года публике была показана модель «Супер Твелл». На первый взгляд какой-то агрессивный и чудной хэтчбэк, предположительно с четырехцилиндровой жужжалкой под капотом. Однако концепция была просто супер чумовой. Создать суперкар в кузове маленького хэтча длиной в 3 метра 15 сантиметров. Во-первых, «Супер Твелл» имел среднемоторную компоновку. А во-вторых, силовая установка, приводящая в движение этот аппарат, представляла из себя смесь двух рядных шестицилиндровых 1,3-литровых мотоциклетных моторов «Кавасаки». Таким образом получался рядный 12-цилиндровый агрегат, установленный поперечно. Коробок передач было две, которые были синхронизированы между собой и управлялись одним рычагом КПП. Отдача в совокупности достигала 240-250 сил. Разменивал первую сотню маленький 800-килограммовый хэтч всего за 5 секунд. Это уровень самой быстрой ламбо времен рок-хита «Эминенс Фронт» группы «Ху». Напоминаю, на дворе был 1982 год. Ну а в комментариях на этот раз пишите свой первый автомобиль. Также, если этот ролик наберет 8 тысяч лайков, будет продолжение данной рубрики. И не забывайте подписаться на мой инстаграм. Там я выкладываю фото из жизни и принимаю предложения на новые обзоры.